Приветствую вас, Юлия. Прочитал ваш вопрос. На мой взгляд, вы, в общем-то, довольно благую цель себе поставили, научиться жить с вашим мужем. И благая цель такая, что нужно выбрать тактику, тактику определенного поведения, это тоже благая цель. Но, на мой взгляд, эта благая цель, она пока что для вас недостижима, именно потому что, значит, вы пишете, что я человек вспыльчивый, свое недовольство могу выразить в резкой форме, то есть вам нужно с эмоциональным интеллектом здесь работать. Второе, это то, что вы называете свою проблему банальной, хотя, на самом деле, она не банальная, то есть она, тот факт, что она распространенная, да, не делает ее банальной. Вот. Это нужно понимать достаточно хорошо. Вот. И третье, это то, что на вас влияет то, что ваш муж обижается. На вас, на вас это действует. Вот. То есть это вот эти вот ключевые моменты, которые вам необходимо для себя разобрать. Вот. Это очень важная история. В любом случае, при любом раскладе. Дальше, значит, вы пишете, неделю могу ждать, пока он отойдет. После ссоры не выдерживаю и начинаю его трясти. Не выдерживаете чего? Трясти зачем? Ну, чтобы что? Вы его трясете. В итоге получить для себя. То есть, ну, какая цель? Вот я его трясу, говорите вы. Зачем? Далее, вы пишете, начинается скандал. Все правильно. Но в скандале принимается участие, в том числе и вы. В том числе и вы сами. И если, допустим, если, допустим, вы в скандале участвовать, например, не будете, то и скандала не будет. Вот. Но прикол в том, или тонкость, как угодно называйте, тонкость в том, что вы скандалите, потому что вам это для чего-то нужно. Вы скандалите, потому что для вас это необходимо. Вы скандалите, потому что вам зачем-то это нужно. И я так думаю, что вы играете в психологическую игру «Скандал». Она так и называется. Можете почитать про нее в интернете. Это психологическая игра «Скандал». В нее играют люди, которые боятся близости и хотят избежать сексуальной близости. Что-то они боятся сексуальной близости. Вот. Ну, собственно, вот. Такая история. Такой момент. Ну, как бы. Это вот первое, что я вам хотел, наверное, сказать. Дальше идем. Так. Дальше. Я так, человек с пыльчей, я правильно сказал, именно за это мысль обижает, даже когда он виноват. Он берет за основу мой тон высказывает и начинает строить в себе великого страдальца. Ну, здесь вам мой коллега достаточно хорошо сказал о том, что виноватых быть не может в конфликтах. Вот. То есть, в конфликтах всегда участвуют оба человека. Здесь я свою коллегу поддержил. Вот. И, собственно, вся тонкость, она и заключается в том, чтобы вы своего мужчину перестали считать виноватым. В чем-либо. Понимаете? Вот. Потому что, ну, в противном случае у вас ничего хорошего у вас не получится. Дальше, значит, то есть нужно взять личную ответственность за конфликты, которые происходят между вами. Дальше идем. Значит. Так. Я точно знаю, что если я буду выражать свое недовольство, пишите вы, а крайне некорректно буду виноватым уже за конфликту своего недовольства. Опять же, это вы считаете себя виноватым. Понимаете? Вы можете считать себя виноватым. Не он делает вас виноватым, а вы вы считаете себя виноватым. Как жить с таким человеком? Ну, избавиться от чувства вины. Опять же, как сказал мой коллега, который еще... Так. Мы вместе совсем немного лет и есть запланированные дети. Ну, вот, цель запланированных детей желательно бы прояснить, потому что у меня складывает такое ощущение, что вы для чего-то... Вот вы пишите, что семья для меня представляет ценность. А какую ценность? Как может семья быть ценностью? Понимаете, какая штука? То есть, семья это то, что вы отдаете, семья это то, что вы вкладываете. Как семья может быть ценностью? Юля, скажите мне, пожалуйста. Вот. Как бы. То есть, вот здесь такой аспект, на мой взгляд. Далее. То есть, тут нужно разобраться. Хочу для детей полной семьи с родным отцом. Вы считаете, что полная семья и родной отец это то, что действительно нужно детям? Детям нужна гармония и любовь. У вас этой гармонии внутри себя нет. Ну, раз вы чувствуете себя виноват, и раз вы успельчивы. Значит, значит, соответственно, и детям хорошо не будет. Далее. Отношения с любым мужчинам не даются всегда с трудом. Дому же было много романов. Ну, нужно проанализировать ваши отношения и увидеть, что именно вам даются с трудом, и почему это скорректировать. Тогда будет легче. Как представлю, что после развода придется искать кого-то другу. А зачем искать? Почему придется? То есть, знаете, здесь какая вынуденность у вас? Придется искать. Это не работает. Не надо никого специально искать. Вы специально никого не ищете. Вы встречаете с человеком тому, что он вам нравится. Это не происходит по такой вот, знаете, направленной деятельности. Это происходит скорее как следствие вашей деятельности. Дальше. Еще учитывать, чтобы человек моих детей принимал. А вот здесь я не очень понял, у вас есть дети уже или нет. Хочу научиться жить в мире с мужем и его непростым характером. Благо и достоинства у него имеются. Ну, мне кажется, что это подразделение на недостатки и достоинства. Это говорит о том, что вы его скорее всего не любите. То есть, у вас как будто ему не любят, а что-то вроде желание получить то, что вам нужно. То есть, жить в мире с мужем можно, но для этого необходимо менять свое поведение. В соответствии с тем, что мы вам сказали. Я человек требовательный по отношению к другим людям, поэтому не бежал быстрее за ночь до первого третьего. Это проблема, что вы требовательный человек по отношению к другим, потому что ваши требования ничем не обоснованы. И вы также требовательны к себе, что вам мешает. То есть, вот эти вот категоричные установки ваши, которые обуславливают требовательность к себе и к другим, необходимо корректировать. Тогда вы станете более мягкой, гибкой в своем поведении. И для вас не будет так трагично то, что сейчас происходит между вами и вашим мужем. Вот. А муж, по сути, это отражение вас. То есть, вы такая же обидчивая и так же стремитесь манипулировать. Вот. Потому что не чувствуете себя в безопасности и вот с исключительными границами у вас между собой и другими людьми проблема. Вот. Вот так вот. Вот. Так. По поводу тактики, я полагаю, что Кудрыщев Игорь Леонидович вам, в принципе, сказал, как действует, да, то есть, ну, если говорить о тактике именно, то это я сообщение. Вот. Но, в целом, мне думается, что вам не нужно принимать на свой счет тот факт, что ваш муж делает вас виноватым. То есть, вы, правда, что вы себя считаете виноватым. Из-за повышенной требовательности к себе, опять же. Вот. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Такой можно вам дать ответ. То есть, я, в принципе, могу понять, что, наверное, маловато. Этого, скорее всего, вам будет. Вот. Но с учетом той информации, которую вы предоставили, да, просто тактика, вот какая-то просто тактика вам, на мой взгляд, поможет. Ну, поможет вряд ли. Просто какая-то тактика. Вот. То есть, вам желательно-желательно именно отказаться от своей требовательности, которая сейчас имеет место быть. У вас, опять же. Ну, вот. И тогда, я полагаю, все пойдет гораздо лучше. Потому что сейчас имеет место быть не безусловное принятие партнером. Вот. Вот так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.